здравствуйте уважаемые подписчики сегодня поговорим про брокколи если вы еще не подписались на наш канал подписывайтесь обещаю много полезностей по огороду и видео рецептов заготовок и других вкусностей соседка мне показала что у нее случилось брокколи посмотрите здесь целая плантация разных сортов капусты рассказываю что делать чтобы не произошло раннее цветение брокколи конечно в первую очередь нужно вовремя снимать кочаны но здесь видно что они еще не набрали свой положенный вес а уже готовы зацвести брокколи очень требовательная культура и очень сложно обеспечить ей идеальные условия для роста но все-таки приблизиться можно в чем может быть причина и что предпринимать для качественного урожая брокколи брокколи хорошо растет при температуре от 16 до плюс 24 градусов оптимальная влажность воздуха не меньше 60 процентов погодные условия оказывают сильное влияние на завязывание головки не подходит ни холодная ни влажная погода не сильная жара не засуслив не засушливая лето вот такая привередливая капуста в чем же причина что может случиться это нехватка влаги недостаточно питания избыток удобрений жаркая погода стрелки и цветы появляются при температуре выше 25 градусов холодная погода поздний сбор урожая если брокколи готова к срезке это нужно делать немедленно какие признаки того что капусту брокколи нужно срочно срезать определить состояние кочанов можно по цвету и кочана как только он станет ярко зеленым пора собирать урожай лучше снять среднюю и спелую головку чем дождаться ее цветения и потерять качественный урожай здесь вы видите что появились серые бутончики и кочан разваливается как вырастить брокколи чтобы она не ушла в цвет сажают культуру таким образом чтобы в момент формирования головок температура воздуха не поднималась выше 18 градусов для ранеспелых сортов этот срок в средней полосе россии не позже конца мая сухую и жаркую погоду растение поливают так очень обильно на весь корень для обеспечения необходимой влажности воздуха между грядок даже расставляют емкости с водой и проводят вечернее дождевание от солнца можно применять затенение но только не в период когда кочаны начинают завязываться то есть начальный период затенять нельзя если нужно побольше влаги удержать если засушливая погода нужно мульчировать междурядье от временных низких температур конечно нужно укрывать пленкой за сезон обязательно нужно подкормить растение 24 раза это вы увидите нехватку азота например вы увидите если растение плохо растет плохо разбили развивается и листья желтеют и сохнут либо может возникнуть дефицит калия когда листья по краям сохнут и меняют свой цвет на такой коричневый минеральные подкормки чередуются органической такой вопрос всегда возникает можно ли есть такую капусту которая начинает свести пригодна ли она в пищу цветущая брокколи не накапливает яда и вредные вещества это миф и сформированные головку брокколи можно употреблять в пищу вкусовые качества немного снижаются и считается что она не более твердая но пищевая ценность почти не меняется и при приготовлении бланширование или приготовление на пару она все равно будет такая же мягкая как и совершенно новенькая которая еще совсем не близка к цветению полностью распустившиеся головки цветущие когда когда уже букетом естественно мы про такую капусту уже и не говорим потому что ее но и готовить сложно и вообще ее только отдать если есть скот брокколи сама по себе очень богата разными витаминами и минералами калием магнием и натрием поэтому конечно же выращивать ее стоит советское время вот я не помню чтобы у меня бабушка выращивала это только вот уже под конец к началу перестройки начали садить брокколи и раньше даже не знали что она более на содержит более витамина c чем даже в лимоне очень полезно для профилактики различных заболеваний полезно для орган внутренних органов для иммунитета для обмена веществ и еще такой момент что ученые доказали что брокколи содержатся такие вещества которые могут снижать риск развития рака правильно подобрав сроки посадки обеспечивая и хороший полив под кормку защищая от солнца можно получить хороший урожай брокколи главное не затягивать с уборкой и обеспечить капусте правильное хранение спасибо что посмотрели мое видео надеюсь что она будет вам очень полезно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал богатого вам урожая